раз два три 4 5 раз два три 4 5 вышел зайчик погулять усаживаемся поудобнее не забываем поставить лайк заварить пельмешки записываю это видео на горячую без рендера возможно там какие-то будут торможения но не суть потому что появилась новость о которой стоит поговорить заранее извиняюсь то что я мягко скажем немного приболел сижу как последний у тырок обдолбавшийся какими-то успокоительными я не знаю не суть появилась информация о том что завтра выйдет обновление на тайваньском сервере есть предварительный отчет того что нам стоит ожидать и конечно же завтра уже на тайване на тайване завтра елки-палки будем обозревать эту обнову пишу это видео достаточно срочно вот потому усаживаемся поудобнее сегодня по-быстрому обсудим что вообще происходит и у меня маленькое послание к тому человеку который мне предоставлял аккаунт на тайване пожалуйста еще раз мне отпишись я тогда так и поленился зайти на твой акк это отпиши мне пожалуйста чтоб я зашел на твой аккаунт на тайване чтоб я нормально завтра обзор обновления мог сделать хотя тоже как нормально ладно посмотрим не суть информация появилась в клубе игроков кастал клэш ссылочку найдете в описании она там должна быть если они позапамятовал вот что нам добавят в обновлении друзья это два новых героя кто бы ёпта сомневался ребятушки два новых героя куда без двух новых героев но единственное что мы я могу отметить спасибо что не 3 спасибо что не 4 вот как бы хотя бы два раньше когда-то может кто-то из вас не знал добавляли по одному ладно я знаю добавили двух новых героев вот так вот они будут выглядеть здесь на одной картинке как как эти герои будут выглядеть я так понимаю они это слева картинка справа картинка это уже их скины ну если честно не знаю как это оценивать кстати вот этот герой который слева он похож на то изображение которое гуляла по чату нового героя а может быть все таки то изображение было фейком не суть уже выйдет обновление мы узнаем завтра да хочу единственное предупредить что ребята еще полностью не разобрались с переводом возможно какие-то ошибки первый герой будет нам называться так подожди два новых героя динамо и демон охотник то есть ну как бы это именно перевод да то есть на русском сервере эти герои будут называться ребятушки как-то по-другому вот добавили супер питомца ребята ну ну реально куда куда же нам без ребят супер питомцев мы же их так ждали мы о них просили господи срали вот когда срем по ночам мы все время ждем нового питомца просто молимся молимся о боже разработчики наши любимые неповторимые gg господи дайте я вас ваши помидоры расцелую ваши не знаю сельдерей оближу добавьте пожалуйста супер питомцев потому что без них реально жизнь невыносимо я не знаю как я жил до того момента когда вы нам господи добавляли но не добавляли так часто этих супер питомцев ведь их ребята ну так мало так мало я не знаю кстати надо будет завтра на стриме но вот ну когда в пятницу будет стрим проходить посвященную яйцу мы будем прощаться с яйцом и я буду этот будет аукцион будете кому-то из вас добавится аккаунт яйца да и как бы там распаку уже всех этих питомцев вот посмотрите прошлое видео я там рассказал что и как будет происходить с яйцом короче добавить нового супер питомца это для нас не является какой-то новостью дальше новый талант щит дракона господи ну опять же может называться на русском сервере по-другому спасибо вам разработчики мы же просто я спать не мог я я чё заболела это просто из-за недосыпа это ребята из-за недосыпа я ночами не спал и думал господи добавят в этом обновлении разработчики новый талант или нет как же как же мы жили без новых талантов пипец ребята спасибо спасибо вам огромное целую ваш сельдерей давай дальше новая система легендарных героев добавлены еще два новых фракции смотрители вот это это конечно интересно две новые фракции понимаете ну с одной стороны с одной стороны не хочется это все сразу дело засирать ну потому что реально интересно то есть как бы две новые фракции это прикольно опять же возможно это не точно потому что меня пацаны с группы клуб игроков castle clash предупредили что они не до конца не до конца разобрались то есть два новых смотрите может добавить может и не добавить но вроде какие-то идут изменения и как бы вроде прикольно что-то необычное но с другой стороны не забываем тот факт что зачастую сейчас просто механика игры поломана бывает невозможно убить какого-то героя это ярко видно тем ребятам кто до сих пор ходит в забытую битву или к примеру там за пределье или к примеру ходят я не знаю еще на какие-то пвп локации да ну проблемы потому что огромнейшее огромнейшее усиление героев идет и как бы на лишь бы разработчики не накосячили может быть это пойдет во благо может быть это пойдет скажем так во вред потому я пока что никаких предположений делать не буду далее что хотелось бы ребята отметить помимо двух новых фракций что пока еще не точно вот фракции смотрите увеличенное количество писем на почте 40 до 60 ну то есть это сделано для того что бывает там когда супер донатер это даже не супер донатером у меня у меня даже один раз я просрал на почте на почте скажем так плюхи своего подписчика потому что система немножко тупорылая и это тупорылый заключается в том что когда ты с некоторых акций получаешь плюхи да они попадают на почтовый ящик и когда почтовый ящик заполняется как бы ты уже больше не можешь эти плюхи получать тебе пишет все новое как в парящем острове сделано все ты ничего не можешь сделать а на некоторых акциях они будут идти до последнего и бывает даже там типа будет 60 из 40 и это никуда не пропадет это сможет это нормально забрать а бывает бывает что когда переполняется почтовый ящик эти плюхи могут исчезнуть пропасть и тебе надо уже писать техподдержку типа бля пожалуйста верните я тут накосячил но по факту это косяк и не разбериха это именно самих разработчиков потому что где-то где-то без ограничения льются ресурсы на почтовый ящик а где-то все-таки есть это ограничение им я думаю надо несколько почтовый ящик увеличивать хотя это неплохо сколько разобраться со своими акциями чтобы они когда дают какие-то плюхи корректно работали идем дальше изменение судьбы добавлены две новые карты тут тоже как бы интересно то есть разработчики решили больше не плодите ну как его не да ну то есть героев то у нас прибавляется целая куча но куда их уже здесь всовывать то есть их вот эти вот места в нарсии в судьбе тут закончились и как бы блин уже не хотят штамповать по 20 героев в одной судьбе вот потому они добавляют две новые карты ну это это ребята вполне логично вот меня это не удивляет посмотрим что из этого грубо говоря получено получится интересно они будут распределять всех героев по новым этим картам до в нарсии или они просто как бы там по одному будут постепенно дополнять эту нарсию короче непонятная херь вот посмотрим что из этого получится получится изменены 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 некоторые требования в нарсии р и войны это тоже пока непонятно ждем когда пацаны переведут информацию с китайки до конца я думаю завтра узнаем подробнее совсем подробно уже узнаем непосредственно когда выйдет обновление на русский сервер что за требования хер его знает изменены награды в линии обороны вот тут просто с одной с одной стороны хочется встать перед разработчиками на колени и как бы целовать их баклажан самому смешно вот с одной стороны хочется встать на колени сказать о боже у вас включился мозг вы нас услышали а с другой стороны друзья как бы они то награды меняют но в 90 процентах случаев они эти награды делают тупорылыми бесполезными ну как бы ну посмотрим что они там добавят может они там добавят какого-то нового героя может еще чего-то но как бы эти награды вообще надо по факту менять каждый месяц потому что каждый месяц идет девальвация ресурсов с ног с головы с ног на голову все становится и как бы типа вы сами быстро эту игру меняете правила игры меняется и как бы нужно также оперативно во всех локациях менять эти награды до ребята чтобы был была актуальность сохранялась ходить во все локации вот идем дальше изменена награда за прохождение древних испытаний тут конечно интересная херня тут у меня несколько пред предположений я уже как-то говорил да типа что смотрите награды в древних испытаниях да дают они эти камушки и они как бы как бы вам объяснить температура кобздец дают эти камушки и допустим тем игрокам ну то есть добавили новые древние испытания а там награда по сути почти такая же и как бы те люди которые могут пройти новые древние испытания им та награда не нужна может быть они сделают награду более актуальной а может быть а может быть они как бы забьют болт на здравомыслие добавят какие-то новые супер награды благодаря которым ты сможешь прокачать новых смотрителей то есть старые награды которые у нас уже накопились на складе они не прокатят вот и возможно не добавят новые награды которые тебе нужно будет заново получать и ты их можешь получить или очень долго ждать всегда в каких-то в древнем испытании или к примеру за донатить да и я думаю что возможен именно второй вариант но было бы классно конечно если бы ты за старые камушки которые уже определенное время копились меня на аккаунте я мог бы прокачать новых смотрителей короче вот такая вот непонятная херня но опять же я думаю что разработчики в этом плане сделают скорее всего все через жопу ждем завтра обновления вам пожелаю огромнейшей удачи и пишите в комментариях что вы думаете и поддержите это видео лайком всем пока